Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И мы продолжаем серию наших роликов, серию публикаций, в которых мы рассказываем о Санбласе или о Кунояло. Кстати, Санблас — это название, которое местные не используют, это больше придумали европейцы, поэтому местные Санблас знают, но используют крайне редко. И сегодня мы вам расскажем о очередном острове, вернее, очередной гриде, или как она здесь называется, Кайос. Мы будем стоять возле одного острова, который называется Салардуб. Это место, которое любят бэкпекеры, потому что этот остров находится недалеко от Майленда, и туда есть шанс попасть. Люди проводят несколько дней в палатках. Но я так понимаю, что на данный момент это все остатки былой роскоши, потому что все это закрыто, никого нету, ничего не работает, туристов нет. И мы здесь просто смотрим на то, собственно, что есть из природы, никакой инфраструктуры больше на этом острове нету. В былые времена говорят, что здесь есть ресторан, но не знаю, посмотрим, что там за ресторан, или, вернее, посмотрим, что от него осталось. Ну что, погнали, новый ролик. Так, у нас очередное утро, 7 утра, и мы выходим с Кока-Бандера, с Кис на Сугордуб. Остров, это 14 миль, внутри вот, так что снимаемся с якоря, и вперед. Мы идем мимо рифа, и здесь такие рифы с двух сторон, и слева, и справа, и мы вот так вот между ними петляем. Поэтому нужно быть очень аккуратными, вот там всякие точечки, вот это вот отметки, и мы мимо них вот как раз проходим. Ну, а сейчас мы поворачиваем на старборд 90, и ложимся на курс уже прямой, который идет нас, везет нас, ведет нас, вот, на следующий остров, который называется Сугордуб. Вот этот маленький островок, это конец вот большого рифа. И вот вы видите, сейчас пошли волны, тогда вам покажу лучше, как у нас оно на носу выглядит. То есть вот нас начало уже качать, и мы сейчас вот, там островок, мы еще чуть-чуть вперед проходим, поворачиваем налево, заходим за следующий риф, и волны уже перестают на нас действовать, и дальше мы уже пойдем опять по ровной воде за следующим барьерным рифом. Заодно делаем воду, пока идем, и заряжаем батарейки. Как красиво туман лежит в горах. Проплывают сейчас какие-то местные на лодочке. Тут сейчас очень ровная вода, прямо как зеркало такая. Вот эта погода, которая нас сейчас здесь встретила, и мы все время находимся в Гунояло, вот с таким вот покрытием неба. И вот отсюда все время выливают всякие какахи прямо нам на голову. Очень это нам не нравится, нравится больше солнца, солнышка мало. Но, к сожалению, это не наш выбор, нам выбирать не приходится. Поэтому наслаждаемся вот такой вот красотой, с грозами, молниями и прочими радостями. Приготовь якорь, пожалуйста! Ползаем сейчас здесь 6 метров. Но это не факт, что здесь это совпадает. То есть мы так ползем на свой страх. Пять метров! Три, два метра! Ну, с картой это все равно все не совпадает. Прошли, да? Да, прости! Восемь метров! Ес! Этого просто всего на картах нету. Оно не соответствует полностью тому, что мы видим на картах, на лоциях. Но здесь вот в лоции, например, нарисовано, что 4-5 метров. То есть мы не по 9 заходили, а по 4. А 9 получается правее. Короче, мы шли здесь просто чисто визуально. Но нервно. Как обычно, погода просто класс! Вся эта мерзость и гадкая погода пришла сюда. Мы, кстати, списывались с Линтон-Бейс. Нам сказали, что там дождь идет постоянно нон-стоп. Нам просто немножко не повезло здесь с погодой. Хотя обычно на Сан-Бласе погода намного лучше, чем туда дальше, в Панаму. Мы приехали к острову. Ну, здесь так покачивает лодку, вот вы видите. Не то, чтобы она там сильно ровно стоит. Свелл небольшой заходит вот оттуда, с левой стороны. Там два острова. Мы сейчас решили взлететь дроном, посмотреть, что здесь вообще происходит. И когда мы бросали якорь, мы его бросили вот там чуть-чуть левее. Мы его бросили на 6 метрах. И он так, ну, на достаточно большом расстоянии сполз до 15. То есть я так не очень люблю стоять, когда якорь идет вниз. Но мы выспали цепи много даже для 15 метров. То есть мы стоять будем-то нормально. Но я очень такое не люблю. Ну, красиво здесь. Тут чуть-чуть и красивые такие темные висят. Я забросил нашу рыболовецкую наживку. Вот такого огромного карася мы поймали. Пар гороха или красный окунь. Или red snapper. Ну, в общем, может быть, будет еще какая-то рыба побольше. Потому что если будет вот такая, то это полная фигня. Аблока такие низкие. Прямо с них такие лохмотья висят вниз. И вон там дожди идут. Стильненько. Там уже дождь вовсю. Наконец-то дождик уже прошел. Сейчас у нас 16-18. Я думаю, что нужно взять сейчас, сесть в Тузик и съездить на вот этот берег. И разведать, что же там происходит. Написано в Лоции, что есть ресторан. Но думаю, что ресторана здесь сейчас нет. Потому что все закрыто. Острова вообще без людей. И мы здесь одни. Рядом с дикими местами. Но все равно съездить, я думаю, стоит. Ты вся такая красивая. Белые кроксы, белая футболочка. Не то, что я. Зеленая рубашка, шорты с акулами. Как чмо, сказал Адина. Это было сказано с целью тебя побудить. Это было сказано с целью меня побудить. Теперь вы все знаете, кто Дина такая. Вот этот человек, который обозвал меня чмом. Понятно? О, отлично. Нужно обычно сказать, да? Так, ну что, затягиваем его на берег. Да, очень красиво. Горы и там вот свет падает. И вот видно штиль. Там, где ветерка нету вообще. И разделение воды. Вот здесь перед нами бриз. А вот там вот абсолютный ноль. Прикольно, да? Как течение как будто. Well done. Кошмар. Не очень чистый островок. Я думаю, это закидывает волнами. Можно собрать себе новые кроксы. Померяй, Дина. Шопинг, шопинг. Давай, дьюти-фри. Померяй, кроксы. Еще кое-какие. Что ты там нашла? Какую-то непонятную штуку. Да ничего не нашла, ты знаешь. Тут галисин. А вот там, возможно, что-то есть интересное. Что там такое? Я думаю, что водокачка. Откуда здесь водокачка? Это же остров тропический. Ну, может быть здесь... Можешь совместить поход на остров и поход через джунгли. Тут такое джунгли-паск. 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 Тропикальные островы джунгли. Это где люди исчезли. И мы будем их исследовать. Поехали. Это на шоу-уэлл какая-то. Это коллектор для воды. Все правильно. Здесь копают. Давай. Иди. Ты по тропинке идешь? Да. Приятно так трава по ногам, да? Мокрая. Нормально. Вот читрости неприятно кусать. Видела вот это? Это колодец. Это не колодец, это пальма тут жила. Это колодец. Это колодец. Его вырыли, чтобы воду собирать. Ну, пальму, наверное, вырезали. А пальма? Чтобы звук колодец. Каюк. Вау. In the middle of nowhere. Два разбитых унитаза. Два разбитых унитаза. Это арк-инсталлэйсион местных Гунояло. Это выглядит, как будто мы пришли посмотреть на инсталляцию кунца. Что, в кунца вступил? Не ходи. Не ходи рядом с инсталляцией. В джунглях. Смотри, как пальмы удерживают песок. Скоро этот остров тоже уменьшится. Видишь, там он уже много валяющихся. А вот тропинка. Его замывает явно. Да, видно, риф стал меньше. Есть шанс, что они тропинку проложили прямо туда, куда дал. Да, да. В рапинке лучше не сбиваться, так как можно заблудиться. Да не дай бог. Потому что здесь жить остаться. Жить еще можно остаться. Иди вперед, а вдруг волки, Дина. Кто-нибудь заберет. Сейчас здесь этот остров заливает прямо конкретно. Вот сейчас можно посмотреть. Все пальмы стоят прямо в воде. Весь остров стоит в воде затоплен. Но дождей реально сейчас очень много. Друзья, я вам хочу сейчас кое-что интересное показать. Смотрите, вот секреты камуфляжа. Секреты, да, камуфляжа. Что Дина обнаружила. Вот это? Вы думаете, это лист? Нет, это бабочка. Дина, сгоняй. Смотри. Прикол. Ты видела, она сидела прямо... Да, да, как ты это обнаружила вообще? Потому что она села при мне. Друзья, а вы бы что делали, оказавшись на вот таком вот острове? Ну, на несколько дней понятно. А вот если бы оказались и на middle of nowhere, посредине океана, вот на таком острове, как бы развивали свой быт? И что бы вы делали? Можно написать... Маска с трубкой обязательно нужна. Ну или без трубки маска для ныряния, тогда можно... Чтобы нырять, им можно было охотиться на рыбу. Ну ладно, маска пускай будет. Это обязательно без маски нужно. А бутылок тут хватит воду собирать дождевую. Тут прямо если все бутылки собрать, то можно на год... Ну, кокос это понятно, пить тут будет что. То есть вот на всех пальмах куча кокосовых орехов. То есть с водой здесь особых проблем не будет. Плюс это поначалу. А собирать дождевую воду можно и в процессе. Но что кушать, я знаю точно, что я бы сначала, чтобы получить энергию, мочил крабов. Их проще всего поймать, вырыть и съесть. А уже потом... Что-что? Конков, врач. Да, конков собирал бы. Но их там ломать надо камнями. Это немножко сложнее, конечно. Но все равно потом бы захотелось рыбы и больше, и лучше, и вообще. Акула. Ты видел один? Видела? Акула, акула. Вот к тебе плывет. Дина, акула. Когда возле меня прыгнула, она была слева от меня, ближе к берегу. Я чуть кокулет не отложил, потому что когда что-то большое начинает двигаться, там, где оно не должно двигаться, никогда ничего хорошего в мыслях это не вызывает. И перспективы могут быть крайне нерадужные. Вот наша лодочка бит с берега. Вот мы побывали на островке, который назывался как Салардуб. И остров унылый. В общем, обошли по кругу. И, наверное, на этом хватит. Возвращаемся на лодку, а завтра отсюда отчалим. Хотя, может быть, где-то есть красивый риф, в котором поныряем. Если погода позволит. Если погода позволит. Что мне не об острове? Грустный остров. Много мусора, и ничего, кроме мусора. Ну, он был бы симпатичный, если бы погода была посолнечнее, и кто-то тут жил. А так тут только мусор. Вообще, грустно. Да, да. Да. Да, Юдарь, дай мне насолена. Чуть-чуть отсыплю. А почему они и плыли на плоских насолях? Потому что бензин закончился. Я не могу мучить, но люди, о фесте, нет проблем. Я, 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 я. Да. Стали, да. М-м-м, очень шикарно. О, мой запах, детский. И он горит. Здесь больше не курить. Нася. И грязи. До свидания. Типа без мотора так далеко ездить. Типа сегодня хорошая погода, типа не проблема. С-то газолина с 7-го. С-то мотора хорошо. Да, хорошо. Ура. Ой, е-е-е-е. Я, я, я. Не надо, не надо. они едут тихонько чтобы бензин не сжечь много вопрос хватит на хватит плане еще ну куда-то доедут там минут на 15 точно хватит вот мы уже вышли у нас утро доброе утро блюда пока дурацкий островок мы идем к другим я надеюсь более интересным вода здесь грязная и вообще здесь скучно и уныло и нам не понравилось пойдем мимо милей тут мелко тут рифы с острова и рифы и мелко мы так пролазим пролезем сюда и выйдем наверх с материка намывает немного мусора так друзья вот еще один ролик подошел концу пишите в комментах что вы думаете по поводу того что мы видели на этом острове особенно эти смешные туалеты разбитые которые были были но собственно не об этом дело вообще просто о природе и о том что вокруг нас происходило пишите свое мнение проверяем подписку проверяем колокольчик пишем комменты и ставим лайки и мы с вами встретимся уже через несколько дней пока